Всем привет, друзья! Как вы знаете, у меня хорошо развиты руки. Я решил сделать 30-дневку на руки. Буду качать бисепс и трицепс, и через 30 дней посмотрим, насколько они вырастут, насколько спрогрессируют. Но также я добавлю, естественно, плечи, чтобы совсем не быть терешенным. Давайте начнем, делаем замеры. Правая рука 38 сантиметров получается. Левая рука 37 с половиной. Ключевой пояс получается 111 с половиной. Я буду все время стараться использовать разные программы тренировок, поэтому начинаем первый день. Погнали! Короче, я, как всегда, буду качать руки суперсетами. Сначала бисепс, потом трицепс. Будет круто. Руки, это такая группа мышц, короче, бисепс-трицепс, их нужно убивать. Нужно много повторок делать, тогда они будут расти от 12 до 15 повторений, реально. Я буду делать примерно по 4 суперсета. И так, пойдем дальше, дальше, дальше. Каждый день новые суперсеты будут. Так, переходим теперь к плечам. Сделал на трицепс, на бисепс по 4 суперсета. 4. Ну что, братва, я все-таки решил делать небольшие перерывчики, потому что мышцы дико болят на следующий день. Думаю, один день хотя бы буду делать перерыв, потому что каждый день бомбить руки и плечи, это жестко. Теперь трицепс, тоже 4 суперсета будет. Погнали. Друзья, я четвертым днем в неделю решил добавить предплечья, поэтому сегодня будем бомбить предплечья. Песец, да? Здорово. Друзья, во время этого марафона у меня возникли неприятные ощущения. Короче, в коленях там еще некоторые проблемы со здоровьем. Вы можете посмотреть об этом все в предыдущем ролике. Вот после этого посмотрите ролик, перейдите на предыдущий ролик и посмотрите, что у меня там случилось. Вот, я решил начать второй челлендж. Кстати, там я тоже про него рассказываю, можете посмотреть. И челлендж состоит в том, чтобы не есть молочку, мясо и сладости. А что это значит? Это значит, что у меня масса начнет потихонечку уходить вниз. И к концу марафона я, скорее всего, потеряю 1-2 килограмма. Вот, поэтому нам нужно что сделать? Нам нужно за время этого марафона, даже несмотря на то, что я буду терять массу, либо нарастить бицепсы, либо оставить в том же положении, в каком они и находятся сейчас. То есть, тот же размер бицепсов. Либо немножко увеличить. Это вообще в идеале будет. Поэтому, друзья, приступаем дальше к тренировкам. Самое важное понимать, что бицепс это маленькая мышца, трицепс тоже маленькая мышца, плечи тоже маленькая мышца, потому что это три отдельные дельта, они маленькие. Их качать нужно по отдельности. Поэтому не надо их убивать. То есть, получается, вы не должны очень много упражнений делать, вы не должны очень много подходов делать на эти мышцы. Также не нужно тренироваться каждый день, потому что это так же мышцы, как и остальные. Так же, как и грудь, так же, как и ноги, так же, как и спина. Эти мышцы являются мышцами, их не нужно убивать каждый день Значит это, что нужно восстанавливаться, ребята Поэтому не нужно атаковать, бомбить, как говорят, каждый день Поэтому, ребята, хотя бы один день То есть понедельник тренируетесь, вторник отдыхаете, среду тренируетесь, четверг отдыхаете И вот так далее и далее Отдыхайте, обязательно восстанавливайтесь, потому что мышцам это нужно Иначе будет регресс, а не прогресс В чем вообще суть этого марафона? Суть этого марафона в том, что мы качаем только руки Мы не качаем больше никакие мышцы, а прикол заключается в чем? Прикол заключается в том, что когда мы качаем определенные мышцы, а другие не качаем То вся энергия, все восстановление идет именно на эти отдельные мышцы, которые мы качаем И не идет, оно не рассеивается, оно идет чисто, чисто направленно на эти мышцы, которые мы качаем И это гораздо, гораздо эффективней Марафон, естественно, предназначен для тех людей, которые хотят увеличить объем в руках, в плечах У кого отстают эти мышцы? Не для тех, у кого огромные руки, либо еще что-то такое А для тех, у кого отстают Именно я начал этот марафон, потому что я хотел подкачать плечи Но руки я хочу еще больше По ходу этого челленджа у меня возникла идея запустить марафон Для всех ребят, кто хочет поучаствовать и кто хочет вместе со мной прокачать руки Поэтому я запустил марафон, он проходит сейчас в инстаграме У ребят он до сих пор идет, у меня-то закончился уже И ребята должны точно получить прогресс Особенно если они не будут прибегать к отсутствию молочки, мяса и сладостей То есть если они не будут придерживаться этой диеты, как я Они точно не будут, потому что, блин, зачем им это надо То они нарастят гораздо больше мышечной массы на руках, чем я Поэтому я думаю, у ребят все получится Для этого марафона я решил сделать исключение Обычно как происходит? Когда ты набираешь людей на марафон Потом запись просто прекращается и люди уже не могут попасть на него На этот марафон вы можете теперь снова записаться Даже учитывая то, что он сейчас идет Вы заходите в группу, вы начинаете тренировки с самого начала И проходите этот весь курс 30-дневный с нуля То есть получается, что вам нужно сделать Вам нужно оплатить марафон, потом кинуть чек в ЛС группу Он проходит в инстаграме этот марафончик Я оставляю ссылочку в описании Зайдите, почитайте там условия, что нужно сделать Если хотите участвовать, если хотите получить прогресс Как и остальные ребята, они точно его получат То you are welcome Многие ребята спрашивают, почему у меня не болят мышцы после тренировки Ведь не будет никакого прогресса Ребят, это все бред Прогресс будет определенно Мышцы не болят, потому что вы их часто тренируете Они уже привыкли к нагрузкам и поэтому не болят Молочная кислота скапливается не так сильно Как, например, на первой тренировке Процесс крепатуры происходит не так обильно, как на первой тренировке Поэтому, именно поэтому они не болят А не потому, что они не будут расти И самое главное, что? Самое главное, это чтобы вы делали разнообразные упражнения Питались хорошо, мышцы будут травмироваться Микротравма будет происходить А потом от питания они будут срастаться И прогресс все равно будет Боль не значит прогресс Друзья, ну что, марафон закончился Прошло 30 дней Давайте посмотрим, какие будут у нас показатели По биткам, по плечам Предплечья мы не мерили Поэтому их замерять не будем Но мы их тоже качали Поэтому, скорее всего, они тоже подросли Вот, давайте мерить Правая битка 38,2 см На 2 мм увеличилась Это при том, что я скинул Около 2 кг веса Сейчас точно взвешусь и скажу Левая битка, насколько я вижу Где-то 37,8-37,7 Вот так получается Ровненько поставим 115 см Видите? 115 см Было, насколько я помню, 111 см Это теперь позирование Ну что, друзья Надеюсь, вам это видео понравилось И вы будете теперь знать Что за 30 дней можно накачать и руки, и плечи Даже если у вас падает вес, блин Из-за того, что вы не едите мясо, молочку и сладкое Вот, поэтому все возможно, ребят Тренируйтесь, качайтесь И записывайтесь на марафон Если хотите увеличить мышечную массу в руках, в плечах Обязательно, да? Спасибо большое, что посмотрели это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Заходите на сайт archomorris.com Там лучшие программы тренировок Если хотите именно тренироваться суперсетами И также там очень хорошо сбалансировано питание Для любого вообще типа Эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы, сушка, набор Все есть на сайте Заходите Все ссылочки в описании, ребята Увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok